Здравствуйте! Сегодня 7 октября 2021 года. Я снимала видео, значит, там прямо на самой, на картинке написано новичкам посадка клубней с ростком в глоксине на фитильный полив. И я снимала вот эти пять горшочков с глоксиней от самого начала и снимала видео по дням, показывала. Вот теперь хочу сделать немножко продолжение. Так, сейчас скажу. Значит, здесь у меня везде, я прямо эти горшочки поставила по порядку, как они у меня на первом видео. Здесь у меня идёт грунт вместе, это грунт-агробалт вместе с агроперлитом я добавила везде. Вот. В первых двух горшочках у меня только грунт с агроперлитом. В эти три горшочки, горшочка, я добавила базокот. Вот здесь у меня везде на них написано. Базокот в каждом горшочке. Так, теперь, вот 25 августа. Они у меня все с 25 августа. Вот, базокот. Это как пролонгированное, ну, значит, долгое, долгое действие там на 6 месяцев даётся. Я вот в эти горшочки положила по 5-7 штук, а горшочек у меня 500 миллилитров. Это как, ну, как пивной стакан вот этот, только, как сказать, вот он пошире идёт. Это девяточка горшочек. Вот здесь везде я добавила это удобрение. Но я опять же всё пробую, потому что, вот если даже, как сказать, у меня постоянно стоит водичка с удобрениями, да, и я думала, если я ещё плюс это добавлю удобрению, это не получится ли перекорм удобрению. Поэтому я экспериментирую. Если вот на этих, вот, верхний полив, вот здесь я попробовала добавить, написала базокот, белый колокол. Вот здесь я добавила, потому что здесь всё равно время от времени я поливаю, и как бы грунт сухой. А здесь постоянно водичка у меня стоит, как бы перекорма не было. Вот я всё ещё пробую. Так, теперь, что хочу сказать. Значит, вот в этих двух горшочках у меня нет базокота. В этих трёх горшочках есть базокот. Теперь, сейчас, минутку. Вспомнила, что хотелось сказать. Господи, старость не радость, как говорится, хоть и не такая старая. Так, значит, от посадки клубня с росточком проходит 5-9 недель до цветения. Это как положено. Так, у меня прошло вот сегодня ровно 5 недель. Как бы уже, ну, там до 9 недель проходит. И вот теперь я вам хочу показать. Вот, посмотрите. Красный бархат. Вот он какой. Он, как и был, малюська, всё время так цвёл. Вот он такой и стоит. Самый первый, я даже стаканчик с него убрала. Вот посмотрите то видео. Это купава. Которая у меня на верхнем поливе никак, всё лето не могла раскрыться, ничего. Я поставила на фитильный полив, и она у меня первый раз сильно раскрылась. Там 7, что ли, или 8 бутонов было. И вот какая купава сейчас. Она также идёт самая первая. Уже вот сколько у неё бутонов. Так, дальше. Опять у меня идёт красный бархат. Вот такая малючка и стоит. Затем. Ноктюрн. Тут было два росточка. Они так боком шли. Вот один я срезала, и вот один остался. Но вот смотрите. Обычно, знаете, как бывает? Когда начинают появляться бутоны. Когда три-четыре пары листьев. Так, у меня здесь получается одна пара, вторая и третья. Вот появились вот такие бутончики. Это прошло пять недель. Так, и здесь. Это у меня белый колокол. Мой самый стойкий оловянный солдатик. Так, вот он. Но бутончиков что-то я там не знаю, пока вроде бы не вижу. Вот. Что хочу сказать. Вот эти три горшочка стоят с базокотом. Эти два без базокота. Вот. Но я все-таки думаю, очень многим базокот помогает. Но я все-таки думаю, его лучше, наверное, конечно, для верхнего полива ложить. Но я пробую, пробую, ничего страшного. Вот. Видите? Это все-таки зависит от самого растения, от клубня. Вот если вот она как шлак у павы, самая первая, такая уже толстенькая, жирненькая. Вот она такая и получилась. Даже. А если эти слабенькие такие, дружочки мои. Вот. Хоть они и с базокотом. Ну, я не знаю. Ну, вот они такие слабенькие. Вот они так и идут. Ну, есть же сравнение, вот. Ну, они слабенькие идут. Это все-таки, наверное, ну, как у каждого человека организм. Кто-то прям уже и молодой болеет, а кто-то и старенькая бабулечка. Ну, она бегает и в сад, и туда, и сюда. Прям молодец. Вот. Ну, и здесь так же, такая же, наверное, система. Ну, конечно, естественно, подкармливать надо. Почему? Потому что у нас торф. Он только там, прям на упаковке с грунтом написано. Где-то микроэлементы на три недели, у кого-то на четыре недели там. И все. И потом он просто пустой торф. Естественно, нужно подкармливать. Вот. Ну, вот что еще сейчас хочу сейчас сказать. Подумаю. Вот еще хочу показать. Смотрите, Ноктюр 25 августа. Вот он какой, да? И Ноктюр, вот пасынок, может быть, с этого, я уже, честно говоря, не помню, 19 сентября, да? Ну, сколько ему, господи, сколько же ему, 20 дней, что ли, 15 дней? Сейчас я вам покажу. Вот он какой. Жирненький, толстенький, хорошенький. Вот я его сразу поставлю на фитильный полив. Вот корешки у него. И та, сколько времени у меня стоит. Вот, дружочек какой. Видите, ну, вот сколько здесь, 20 дней, что ли, получается? Господи, посчитать надо. Вот. Толстенький какой. И это моя красотулька. Вот, видите, какая разница. Так. Так, вот здесь я водичку еще ничего не убирала. Вот сейчас буду все. Я вам специально так все показала, как есть. Вот здесь даже у меня... Ой, сейчас покажу. Фитилечек пересох. Вот здесь уже фитилечек у меня сухой. Потому что стоит высоко он у меня на верхней полке. Ладно, все. Так, что хочу сказать. Значит, вот для этого, для этой белой, белого колокола, я уже сегодня сюда налью водичку. Кемера люкс. Ну, или фертика люкс. В общем, уже для цветения. Так, монофосфатом я не проливаю. Потому что я где-то прочитала. В общем, я вам потом скажу. У меня вода. Я поставила кран обратный осмос. И там сказали, что, значит, у кого чистая вода, монофосфатом не надо. Ну, это я потом вам скажу. Так, вот сюда, значит, я поставлю уже фертика люкс. Сюда тоже налью для цветения фертика люкс. Вот для этой красотульки моей, конечно. Я еще поставлю сюда водичку, бочка, крепыш у меня, где побольше азота. Здесь у меня уже стоит с фертикой люкс для цветения. Ну, и для этой еще красотулечки поставлю тоже так же с азотом. Чтобы еще все-таки нарастил листовую массу. Вот. Ну, и хочу глоксинью светильного полива. Хочу выкопать клубень. Вот сейчас вам покажу. Сейчас здесь выкручу сразу. Хоть и время займет, я не умею перематывать. Но я вам хочу показать клубенек. Сейчас побыстрее постараюсь. Ох, все, обрывая корешки, сильно обрывать не буду. Вот. Посмотрите. Беленький, хорошенький. Сильно не буду обрывать. И уберу его на покой. Вот. Хороший клубенечек. Ничего не вижу, никакой грязь, черноты. Вот. Все. Вот такой клубенечек. Ой, кстати, и вот что, смотрите, я здесь обнаружила. Сейчас я вам покажу. Вот здесь я добавляла базокот. Вот он. Вот. Видите? Вот этот базокот. Опа. Сейчас. Ой! Вот раздавила. Вот. Короче, у меня здесь был добавлен базокот. Вот. Говорю, вот пробуешь же. Ну, совсем видно чуть-чуть. Вот еще один нашла. Вот он. Раздавлю. Опа. Вот. Вот такая красота. Ну, еще один вытащу. Ну, что вот он? Толком раскрыть с ним уж какой-то. Это все аванти. И тот аванти был. Почему я листики не укоренила? Потому что у меня есть и семена такие. Ну, не надо мне. У меня и клубеньки есть его. О, смотрите. Вот базокот. Видите? Сейчас. Ох ты! Один клубенечек вот отвалился. Сейчас здесь быстренько покажу вам. Так. Ну, что скажете? Посмотрите. Вот этот можно тоже отломить. Вот так я отломила. Просушу сейчас. Обязательно подсушу это место. Ну, я не знаю, 20-30 минут. Пусть полежит у меня. Подсушу и потом уберу уже это в зип-пакет с грунтом. И на лоджию. У меня там 15 градусов. Все. Беленькие, хорошенькие. Вот я их специально сразу сюда поставила. На полочку еще. Водички не долила. Но чтобы вам показать. Вот они у меня стоят. От лампы до кроны. 15-20 сантиметров. На стеллаже. Ну, по 14 часов они у меня стоят. 13-14, конечно, надо нормализовать. Но им... Ну, 12-13-14. Но я 13 стараюсь делать. Вот. Стоят они у меня так. Вот здесь все стоят. А эту купаву уже с бутонами я уже ставлю на эту полочку. Что-то там. Вот. Вот так вот на эту полочку. Здесь у меня 5-10 сантиметров. Тут я для себя написала. 5-10 сантиметров. Сейчас пока у нее бутончики еще маленькие. Ой, что так. Это будет 10 сантиметров. А когда подрастут, вот уже бутоны раскроются, там будет 5. Ну, 5-10 сантиметров. Вот уже вот так она у меня будет стоять. На этой полке. Температура здесь у меня на полочках везде идет. Сейчас вот сколько? Ну, 26 градусов. Лоджии у меня, конечно, открыты все равно. Вот. Ну и все, мои хорошие. Всем всего доброго. Пока-пока. Пусть все растет и цветет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.